Я очень рад встрече с вами с новым посланием из Библии и Слова Божьего. Тема нашей сегодняшней встречи — мне нужна личная встреча. Я думаю, что это было желанием и заявлением одного человека, о котором буду говорить с вами через несколько минут. Вы помните, что Иисус избрал 12 учеников. Он избрал 12 после того, как молился всю ночь. Он молился всю ночь для того, чтобы рядом с ним появились 12 человек, о которых мы хорошо знаем — Петр, Иаков, Иоанн и так далее. Все эти люди были лично призваны. Они знали, что Иисус избрал их, потому что Иисус им в какой-то момент сказал, «Не вы меня избрали, но Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы приносили плод». Ученик, о котором с вами поговорю через несколько мгновений, казалось бы, не был поставлен и даже не приносил плод. Дело в том, что на этого ученика навесили определенный ярлык. Я не знаю, нравится ли вам, когда вам навешивают ярлыки, но этого ученика назвали неверующим. Хочу с вами поговорить о Фоме. Фома — ученик, который появляется в Евангелиях и которого воспринимают как сомневающегося. Мы это увидим в одном отрывке Библии. О нем пишут несколько раз в Библии, два-три раза, по крайней мере. Но хочу вам показать жизненно важный урок, который можно извлечь из одного отрывка. Мы прочитаем с вами сегодня Евангелие от Иоанна, а именно 20 главу. В самом конце Евангелия от Иоанна, с 24 стиха, тут сказано «Фома же, один из двенадцатиям». Называемый Близнец не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, «Мы видели Господа, но Он сказал им, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Мои в рёбра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришёл Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку Твою и вложи в рёбра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал Ему в ответ «Господь мой, Бог мой». Иисус говорит Ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня». Блаженны невидевшие и уверовавшие. Итак, мы видим, что вечером после воскресения ученики были вместе, и Иисус появляется среди них. Они очень удивлены тому, что и Господь, которого они любят, который призвал их, с которым они пережили так много на протяжении трёх лет живой. Он такой же, он не призрак, он тот же Господь, но, увы, Фомы не было среди них. Помню, что когда был ещё молодым христианином, я всеми силами старался попасть в свою церковь, в своё молодёжное собрание. Для этого мне нужно было несколько часов ехать автостопом. Я очень старался приезжать на собрание вовремя, особенно по воскресеньям. Однажды намечался большой праздник — День Крещения. Многие друзья собирались креститься. Как обычно, я из дома вышел пораньше, чтобы автостопом проехать более 80 километров и приехать вовремя. Вот в этот день, да, именно в этот день, никого не было на дорогах, я опоздал на два часа. Я приехал, когда всё уже закончилось. Я был раздражённый, печальный, и даже немного гневался, так как не мог находиться на празднике. Я отсутствовал в тот момент, когда другие получили благословение. Возможно, Фома тоже ощущал, что он что-то важное пропустил. На самом деле, он хотел сказать, я тоже должен пережить то, что пережили вы. Мне нужна личная встреча. Ваш энтузиазм — это здорово, но этого недостаточно для меня. Ваши свидетельства — это здорово, но этого недостаточно. Мне необходима личная встреча. Дело в том, что вы можете услышать миллионы прекрасных историй, но если вы сами остаетесь за пределами, на вашу жизнь это никак не будет влиять. Вам необходима личная встреча с тем, кто есть воскресенье и жизнь. Он говорит, я есть тот, кто серьёзно относится к твоим вопросам. Я тот, который хочет тебе дать личную встречу, чтобы ты больше никогда не сомневался. Я думаю, что это приблизительно то, что Фома чувствовал тогда. Он подумал, что опыт других — это здорово, но мне нужен мой личный опыт. Он сказал, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра его, не поверю. Греческий язык ещё более точно передаёт его слова со многими отрицаниями. Я точно никогда не поверю. Итак, он был убеждён, что ему необходимо что-то личное. На самом деле, он три года прожил с Иисусом так же, как и все. Они видели чудеса, они услышали многое, но Фоме необходимо было это решающее и личная встреча. Делаю акцент на слове «личное». Для того, чтобы его жизнь и позже его служение апостола могли быть основаны на чём-то прочном, и Господь услышал его желание. Это напоминает мне ещё одну историю. Однажды подошла ко мне одна женщина. Во время молитвы мы собрали. Мы молились за людей, и она сказала мне, почему все вокруг всегда получают благословение, а я вот не получаю. Почему благословение падает справа, слева, спереди и сзади, у меня никак не касается. Итак, было время молитвы. Я не мог долго разговаривать с этим человеком, но я сказал, мы сейчас за тебя помолимся. Ты откроешь сердце для Господа, и ты просто расскажешь ему о своём разочаровании. Я некоторое время молился за неё, и я помню, что она расслабилась, начала расцветать, как цветок на солнце, и затем невероятное, божественное помазание сошло на неё. Позже она подошла к своему мужу и сказала, не могу объяснить то, что я пережила. Это было такое ощущение счастья, какое я до сих пор не переживала. Даже когда у нас родился первый ребёнок, я не ощутила такого счастья. Это нечто другое, из иного измерения. Это божественное помазание, встреча лицом к лицу, прикосновение Господа. Это было настолько сильно, что это коснулось её духа, души и тела. Одновременно. И она никогда уже не забыла эту встречу. Фома нуждался в этом. Я думаю, что некоторые из вас точно нуждаются в этом. Я тоже нуждаюсь в этом. Фома коснулся ран Господа. Он приблизился к нему и имел личную встречу, так как Иисус явился восемь дней спустя и сказал «Ты можешь касаться моих ран. Я разрешаю тебе. Я пришёл ради тебя. Не упрекаю тебя, но призываю тебя. С этого момента больше не сомневаться». Фома ответил «Господь мой и Бог мой». Итак, Фома подтверждает божественность Иисуса. Он не просто Господь, но Он Его Господь, Его Бог. Он принимает Господство воскресшего Христа, который коснулся Его лично. Блаженные, не видевшие и уверовавшие. Я хотел бы завершить именно этими словами. Это слова, которые Иисус сказал Фоме. Блаженные, не видевшие и уверовавшие. Потому что есть то, что важнее любой личной встречи, любого откровения, даже невероятного, сверхъестественного и уникального. Есть то, что важнее этого. Пожалуйста, запомните это. Вера важнее, чем ваш опыт. Вера, которую Бог желает видеть не только сейчас, но на протяжении времени, и через ваше послушание и настойчивость просто необходима. Эта вера незаменима, так как вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Бог желает видеть эту веру. Фома уверовал не просто в этот вечер, восемь дней спустя. Мы с ними еще раз встречаемся, но не среди отсутствующих, а среди присутствующих. В книге Деяний, второй в главе, когда Дух Святой сошел на людей, Фома был среди тех, кто находился там. Он принял того же Духа Святого, ту же силу, то же помазание, чтобы быть свидетелем Иисусу. Предание говорит нам, что Фома дошел до Индии. Он поверил, и он всю оставшуюся жизнь верил в своего Господа, в своего Бога. Пусть опыт Фомы будет и вашим опытом. Мы нуждаемся в личной встрече. Бог слышит. Помолитесь об этом от всего сердца, и Бог исполнит ваше желание. Он всегда слышит вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Прощаюсь. До скорой встречи.